Что выбрать, печь или печь-камин? А может быть сравнить их по мощности, внешнему виду и цене? Да, но не только. Здравствуйте, вы на канале Форнакс Филм и впереди самые важные отличия печей от печей и каминов. Давайте сразу отбросим экстремальные варианты. Это буржуйки, когда для отопления нужен вариант дешево, свердито и чаще всего временно. И встраиваемые каминные топки, это вариант, когда дорого-богато. А пока определяемся, печь или печь-камин для загородного дома. Мощность будущего очага подбирайте, опираясь на весь объем помещения, который планируете отапливать. И чаще всего печь или печь-камин устанавливаются в гостиной или кухне-гостиной. И тогда, если планируете что-то готовить, то выбирайте устройство с плитой. И у печей, и у печей-каминов есть такие модификации. Чаще всего при равной мощности печь будет компактнее печи-камина. Топка печи-камина приподнята, и часто во всю ширину передней поверхности на вас будет смотреть дверца с панорамным стеклом. Так что, если вы готовы отдать под печь лишь ограниченное пространство, ставьте плюсик отопительной печи. Кстати, на нашем YouTube-канале много роликов, в которых мы показываем, как устанавливаются печи и отопительные печи-камины. Так что советую подписаться и на досуге их внимательно изучить. Так на примере наших покупателей вам будет проще сориентироваться, как будет выглядеть печь или печь-камин в интерьере. Следом, как раз возможность вашего очага радовать вас игрой пламени в топке. Важна визуальная составляющая, тогда плюс за печь-камин. В отопительных печах дверцы со стеклом, если есть, то они предназначены для контроля работы печи. Хотя бывает и исключение, даже в самых компактных моделях. Но, друзья мои, у печей-каминов с большим стеклом есть еще одно важное свойство. Они начинают быстрее отдавать тепло. Как только дрова разгорелись, через стекло дверцы в комнату польется мощное лучистое тепло, которое начнет прогревать все вокруг. Конвекционное тепло и тепло печей, устроенных по принципу радиатора, не такое быстрое. Но чем больше размер стекла, тем дороже отопительный прибор. Мы затронули очень важный момент – способ нагрева помещения. Стальные отопительные печи и печи-камины нагревают воздух конвекцией, теплыми потоками воздуха, выходящими из отверстий верхней части печи или печи-камина. По принципу современного радиатора отопления. А чугунные печи и печи-камины чаще всего отдают свое тепло от прямого нагрева поверхностей. Такое мягкое тепло, которое похоже на тепло от старых чугунных батарей. Что лучше тут уже решать вам, какой способ согреться для вас более привычный. А пока определяетесь, ловите промокод на скидку при заказе с сайта fornax.ru. Заметели, что мы все чаще упоминаем материал изготовления – сталь или чугун? Здесь хочется отметить, что чугунные печи и печи-камины во многом за счет своей массы подольше держат тепло. Но все же недостаточно долго, чтобы это играло значительную роль в эффективности отопительного прибора. Да, ресурс у чугуна при правильной эксплуатации выше. Но и стоимость изделий по сравнению с остальными при сопоставимых характеристиках выше в полтора-два раза. Друзья, мы подошли к самому важному моменту. Если для вас на первом месте эффективность отопительного прибора, длительность его автономной работы, то лучше всего с этим справятся стальные отопительные печи длительного горения. Каким бы крутым, красивым ни был печь-камин, проработать на одной закладке дров несколько часов он не сможет. И даже если попытаться заставить его поработать в этом режиме, то ничего, кроме закопченного стекла, вы не получите. То есть, по сути, вы решитесь главной фишке камина – возможность смотреть кино про огонь. Печи длительного горения имеют ряд конструктивных особенностей. Газоплотную топку, канавы дожига дымовых газов и возможность тонкой настройки степени подачи воздуха на горение. Да, эти печи могут показаться неказистыми, но это реально рабочие лошадки. Итак, основные вопросы мы проговорили. И если вам нужна консультация, либо помощь с выбором, или вы, наконец, уже готовы совершить покупку, то ждем в магазинах Форнакс в городе Новосибирске и на сайте fornax.ru. Теплого вам настроения, друзья! Пока!